Главное политическое событие этого года, выборы 2013, официально получило старт. На этой неделе депутаты Верховного Совета утвердили единый день голосования. Несколько месяцев избирком Хакасии и парламентарии корректировали избирательное законодательство и наконец-то внесли окончательный штрих, назначили дату выборов. Проектом постановления предлагается именно сегодня, 5 июня 2013 года, то есть за 94 дня до дня голосования, назначить выборы на 8 сентября 2013 года. Начинается избирательная кампания как таковая. По сути, процедуры выдвижения, процедуры, те процедуры, которые кандидаты будут предпринимать, они начнутся после опубликования данных постановлений в средствах массовой информации, в частности, начнется выдвижение. А для средств массовой информации уже с завтрашнего дня начинается период избирательной кампании и начинаются ограничения в плане ведения тех или иных агитационных мероприятий. Кандидаты на выборные посты станут известны не раньше, чем через месяц. Напомним, осенью жителям республики предстоит избрать главу региона, а также депутатов Верховный Совет Хакасии. Кстати, новый созыв парламента будет меньше. Часто народных избранников сократится с 75 до 50 человек. Несмотря на предстоящую жесткую борьбу за депутатские кресла, спикер Верховного Совета Владимир Штыгашев призвал играть по правилам. Активная агитация, особенно в средствах массовой информации, проходит не ранее, чем за 35 дней до начала выборов. Это помнить надо. Это у нас начнут завтра уже и в газетах писать, и программы публиковать, и все остальное. Могут снять просто с выборов потом избирательная комиссия. Бюджет Хакасии стал больше на полтора миллиарда рублей. Депутаты внесли поправки в главный финансовый документ республики. Эти средства пришли из федерального центра. Большая доля из них носит целевое назначение в приоритетах образования и здравоохранения. На их поддержку уйдет треть от всей суммы. Хакасии сегодня по-прежнему нужны школы и ФАПы. Несмотря на то, что их строительство идет ежегодно, в очереди еще далеко не один населенный пункт. В бюджете ушли сложности другой проблемы. Нехватка мест в детские сады. В статье расходов на дошкольное образование добавили средств. Такие решения приняты. Я полагаю, этот объем будет нарастать. Сегодня мы увеличим это на полтора миллиарда. Я думаю, до конца года, надеюсь, что еще на несколько миллиардов путем усилий правительства республики Хакасия за счет средств, которые будут выделяться в Хакасии с федерального центра, будут увеличиваться. Еще одно приоритетное направление, и оно однозначно получит свою копилку дополнительные 200 миллионов рублей, сельское хозяйство. Помимо безвозмездной федеральной помощи в полтора миллиарда поступлений входит и доли от фондов, социального страхования и содействия реформированию ЖКХ, а с ними и соответствующие расходы. 29 миллионов на капитальный ремонт жилого фонда и более 200 миллионов рублей на переселение жителей Хакасии из аварийного жилья. Все изменения в проекте бюджета на 2013 год приняли. И, как надеются в Министерстве финансов, подобная процедура перерасчета далеко не последняя. Ведь, как показывает практика, федеральные деньги приходят в регионы в течение всего года. А вот с 1 сентября образование Хакасии подчинится новому закону. Его проект депутаты уже приняли в первом чтении. В отличие от прежнего, в новой редакции увеличили число льгот. Теперь родителям не нужно будет покупать учебники для своих детей. Властей обязали обеспечить учебным материалом все школы, не исключая средние и старшие классы. Учебники с 1 сентября 2013 года в школах республики должны быть бесплатны для всех. Сегодня начальная школа, основное звено мы уже обеспечили. Сейчас поставлена задача для средней школы. Дополнительные средства у нас предусмотрены. И деньги идут, в том числе и по модернизации образования в республике Хакасия через Россию. А вот родителям тех дошколят, кто вынужден посещать частные детские сады, будут компенсировать 10% затрат. Кроме того, в Хакасии убирают начальное профессиональное образование. Его сливают со средним профессиональным, которое, кстати, переходит на бесплатное обучение. С нового учебного года платными останутся лишь отдельные специальности. Это были все новости парламентской недели в республике, за которыми, кстати, также можно следить и в Твиттере. Официальный аккаунт находится по адресу, который сейчас вы видите на экране. А вот выпуски «Парламентский дневник» можете посмотреть на сайте Верховного Совета Хакасии. Всего доброго!